Добрый вечер, дорогие коллеги! С вами Надежда Блуст. Я веду свой вебинар вместе с Татьяной Сваловой сегодня на русском языке, и речь пойдет о съемке видео. Меня зовут Надежда Блуст, со мной вместе Татьяна Свалова. Вы можете помахать, вы можете включить видео. Это хорошо, что у вас микрофоны пока выключены, потому что мы будем с вами общаться, и я постараюсь сейчас кратко рассказать, о чем пойдет речь. Вы видите на экране, на немецком языке написано «видеоконкурс». Наш видеоконкурс начался в 2012 году, и первые видео появились в 2013 году. Посмотрите, пожалуйста, сейчас появится слайд. На нем изображена девочка, которая дала идею этого семинара. Мы вместе с ней разработали эту идею и послали в нашу группу, и сказали, «Коллеги, а кто хотел бы снять видео на тему грамматики, аудио?» и пошли. Через несколько месяцев мы получили 54 видео учителей. Вы видите, 14-й год, 15-й год, и каждый год мы меняли тему. И конкурс называется, сейчас я возьму указку, для этого покажу вам это слово, «Gesain, gefilmt, gelernt», что обозначает «увидел», «снял», «научился». Вот 10 лет, 9-й год этот конкурс продолжается, и сегодня мы поговорим на тему видео на русском языке. Почему? Потому что очень много коллег из России принимают участие в этом конкурсе. Например, вот на этом слайде, на следующем, мы снимали, этот конкурс был посвящен анимации, мы даже снимали анимацию и пробовали и гринскрин, да, зеленый экран для того, чтобы менять на нем фоны. Этому тоже мы учились. И коллеги из разных стран рассказывали о своем опыте. Потом у нас был следующий конкурс, был посвящен путешествиям. Мы снимали, как мы были в разных странах, и все это было на немецком языке. Вы можете перенести на свой язык. Дальше. Следующий слайд рассказывает о том, как мы снимали истории «Расскажи историю и остановись». То есть ученики начинают рассказывать что-то, а потом другие должны домыслить, о чем пойдет речь. И вот этот мальчик, мы придумали про него историю, написали фильм, сценарий написали для него, сняли фильм, сняли различные голоса, записали в программе, эта анимационная программа называется «Вьёнд», раньше она называлась «Гуанимейд», и в этой программе мы сняли рекламу. А следующий конкурс у нас был посвящен открытиям. Представляете, каждый учитель с учениками рыл информацию на тему открытия и в разных странах, но на немецком языке. Дальше. Я хочу сказать, что в этом конкурсе принимают участие учителя из всех стран, из Америки. Учитель, который принимал участие, у него сейчас 100 тысяч подписчиков, потому что тогда он начал, вот 9 лет назад был первым. Вот Ирина Новоселова у нас, она снимает уже, наверное, в четвертый раз вместе со своими учениками из Кировской области видео. В этом году у нас конкурс будет посвящен книге, и поэтому мы с вами собрались послушать о том, как создать буктрейлер. И поэтому мы пригласили специалиста своего дела, Татьяну Свалову. Смотрите, на следующем слайде вы увидите сейчас, мы публикуем свои видео не только на канале YouTube, который имеет свой плейлист, на котором более 10 тысяч пользователей, а также на доске Padlet. Вы все знаете эту доску, сейчас появится слайд. Вот, да, вот слайд появился. Татьяна, кивни головой, что ты видишь слайд на зеленом фоне. Да, хорошо, мы видим с вами, смотрите, вот я вам сейчас покажу из России. Полно видео, почему я вот это сделала. Вот сейчас я возьму указочку. Так, вот Der Fliegende Hund, да, летящая собака. Вот написано Россия. И вот эта Татьяна Иванова, да, Татьяна, да, Татьяна, Наташа, ой, извините, Наташа Иванова из города Магнитогорска тоже уже много раз принимает участие. Вот рэп из России, да, вот это из Польши фильмы были, а вот это вот кинокассы тоже из России. Я хочу сказать, что учителя из России, они самые креативные, они больше всех, меньше всех получают, отдают больше всех сил с детьми и возятся с ними, как со своими собственными. На следующем слайде вы видите, что мы проводим вебинары, так же, как вот сегодня, да, мы проводим вебинары на немецком языке. Например, в прошлый раз у нас выступал коллега, который объяснял, как создавать объясняющее видео, да, когда мы вырезаем фигурки и двигаем их на столе, и это называется техника перекладки. Вот вы видите этот слайд. Итак, наш конкурс, я знаю, что у нас сейчас мало принимают учителей немецкого языка сегодня, но я знаю, что это видео посмотрят и мои коллеги. Итак, наш конкурс уже начался, он длится до февраля, до 15 февраля 2021 года, и в нем принимают участие учителя немецкого языка, а могут и другого языка, но это видео надо перевести на немецкий язык. У нас есть также категории, да, мы видим на голубом слайде написано «Учителя и дети», «Учителя и молодежь», «Учителя и взрослые», и «Учитель один» тоже имеет право прислать свое видео, то есть рекламу на книгу, буктрейлер, о котором сегодня расскажет Татьяна. Каждое видео не должно длиться более трех минут, об этом мы еще раз повторим. И вот сейчас, например, идет очень интересный проект. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. На нем литератор, не поэт, а писатель из Испании, вот она наверху с белыми волосами, светлыми волосами, это Клаудия Петер, она читает книгу, роман, а вот эти ученики будут снимать из Греции, из Турции, там есть тоже из России, вот Ирина Новоселова принимает участие, будут снимать потом видео по ее книге. А на следующем слайде мы видим девочку Эвелину, которая написала писателю, вот этому, который сейчас появится на слайде, его зовут Штефан Геймель, и она написала ему письмо, разрешите, дорогой писатель, по вашей книге снять видео. И вы знаете, он взял ей, послал эту книгу. Вот вчера буквально я получила эту книгу, и книга его называется «Не бойся, маленький зайчик». И вот эта девочка будет принимать участие вместе со своей бабушкой, которая, учитель немецкого языка, будет снимать видео. Итак, я не буду сейчас показывать маленькое видео, которое я приготовила для вас, потому что у Татьяны тоже есть примеры, и я с огромным удовольствием передаю микрофон Татьяне. Я потратила 7 минут. Пожалуйста, Татьяна. Здравствуйте. Слышно меня хорошо? Ставьте плюсики мне в чате. Отлично. Слышно, слышно. Хорошо. Итак, здравствуйте, коллеги. Я учитель информатики Свалова Татьяна Андреевна. Работаю в небольшой сельской школе. И, как сказать, у меня есть уже небольшой опыт, ну, 6 лет, 6 лет работы, вот 6 лет у меня уже есть опыт съемки видео разного формата. И буктрейлеров, и как организовать этот процесс, как завлечь в этот процесс детей и так далее. И чтобы мне было вам интересно примерно все красиво рассказывать, я включу презентацию. Напомним, что презентацию Татьяны можно скачать, и она находится у нас на... Я отправила вам ссылку, коллеги. Да, спасибо. И я еще раз повторю потом, Татьяна. Да-да-да, сейчас. Я что-то потеряла. Слайд-шоу сначала. Итак, всем видно презентацию? Все хорошо видно, да. Все отлично. Так. Ну что, снимаем буктрейлер. Прежде чем снимать буктрейлер, коллеги, нужно запастись теорией и запастись практикой, то есть чужим опытом, чтобы не совершать банальные ошибки. Итак. Прежде всего, определим понятие. Буктрейлер – это короткий рекламный видеоролик по мотивам какой-либо книги. Это мы все четко понимаем. Что такое буктрейлер? Широкой публике это стало известно в 2003 году, когда сняли такого рода видеоролик. И, как сказать, он людям понравился. Но только через два года, в 2005 году, благодаря развитию видеокостинга YouTube и прочих видеокостингов, да, из соцсетей начали, как сказать, развиваться данный формат, и он людям самый интересен. Я пыталась найти буктрейлеры официальные от каких-то издательств. Это оказалось крайне сложно. От российских издательств найти официальные буктрейлеры. То есть, не знаю, у меня прям заминка с этим вышла. Если вы знаете, где можно запастись такой информацией, я буду очень рада. Итак, основа видеопроизводства буктрейлера. Видео должно быть коротким, не более трех минут. Вот три минуты – это то, на чем вы будете удерживать внимание вашего зрителя. Больше трех минут вы теряете зрителя. Вот, поэтому здесь будьте очень внимательны. Тайминг – это, так скажем, тот период, вот эти три минуты – это волшебное время, за которое вы можете повлиять как-то на человека, да, которого, так скажем, обратит внимание на книгу, о которой вы рассказываете, которого привлечет это внимание. Будем понимать, что буктрейлер идет на уже заинтересованного зрителя. То есть, человек, прежде чем открыть и посмотреть видеоролик, он вообще интересуется книгами. Это человек, прежде всего, читающий, да, то есть, и мы уже понимаем примерный, так скажем, образ нашего зрителя, что немаловажно понимать образ и аудиторию, которую вы будете презентовать ваше видео, да. У буктрейлера есть множество разновидностей. Мини-экранизация, то есть, вы можете отснять какой-то маленький участок этой книги, интерпретировать по-своему как-то, перерассказать эту историю. Видео-поэзия, знаете, сейчас существует такой вот формат видео-поэзии, когда многие поэты, поэтессы современные, они сами читают стихи со своей интонацией, со своими, ты скажем, паузами, да, со своей особой подачей, и размещают в сети интернет вот такие вот, как сказать, видео с чтением стихотворений. Тоже очень классно. Шикарнейший жанр, такая разновидность буктрейлера – это пародия, когда вы пародируете, вот, но он такая, как сказать, с юмористическим может быть характером, да, пародия, но при этом очень сложный жанр для воплощения. То есть, тут нужно четко, красиво, ровно, аккуратно прописать сценарий, когда мы говорим о жанре пародия в буктрейлере. Как организовать съемки буктрейлера? Это, я думаю, очень важный момент, который вас тоже интересует, потому что мы с вами понимаем, что тратить свое время учительское, и нужно, как сказать, к этому подойти правильно. Я вообще за любую идею, за любое участие в любом конкурсе, но я там хочу участвовать как учитель и хочу, как сказать, там, человек, который ставит задачи, человек, который помогает принять решения, а всю остальную основную работу делают ребята, потому что это их работа. И мы с вами идем в участие в конкурсе не для себя, а для ребят, чтобы они получили этот волшебный опыт. Ну, вы-то тоже опыт получаете, конечно, а главное, чтобы опыт получили дети, чтобы они пришли и отсняли видео. Не вы держите фотоаппарат, ребенок держит фотоаппарат обязательно. Давайте им больше возможностей. Возможно, в некоторый момент у вас получится намного лучше, но всякий конкурс у нас направлен на ребенка. Заставляйте, мучайте, не знаю, всегда мотивируйте ребят на то, чтобы они шли и брали фотоаппарат, они шли и шли монтировали, они придумывали сценарий. Не вы им готовы, сценарий даете. Я думаю, вы знаете такой момент, что когда задача приходит извне, ну, любой человек не с удовольствием, так скажем, и включится в эту задачу. А если вы дадите ребенку возможность самовыразиться, самому написать сценарий, да, самому проникнуться этой идеей, рассказать ему, зажечь его этой идеей, и он пойдет сам, напишет этот сценарий, вы его откорректируете, то вот эта работа будет намного ценнее и для вас, как для учителя, да, потому что вы научили ребенка, и для ребенка, потому что он получит колоссальнейший опыт, ведь раньше он буктрейлеры не снимал, он не адаптировал текст для съемки видео. Так вот, команда не более пяти человек, это самое рабочее количество ребят. Между ними можно распределить обязанности, один отвечает за сценарий, второй снимает на камере, третий на монтаже, четвертый, допустим, за декорации, костюмы, какие-то вещи, да, то есть и пятый человек, возможно, да, там включается во все процессы, то есть вот пять человек, вот основные, которые вам помогут и, так скажем, им будет легко и комфортно работать в этом количестве. Возраст. Я написала классы, как у нас в России, да, учатся шестой, седьмой, восьмой класс, потому что эта аудитория очень, как сказать-то, мотивированная на общение. Я думаю, вы знаете, что вот 12, 13, 14 лет, это основной вид деятельности у них меняется, они уже подростки, они уже взрослые, у них основной вид деятельности уже не игровая, да, вид деятельности, а уже вид деятельности общения, им нужно общаться. Здесь, участвуя в каком-то видеоконкурсе, вы создаете им площадку для общения, причем комфортную площадку для общения, где они могут самовыразиться, где они могут себя проявить, причем в положительном ключе. Желание участника – это успех в работе. Если вы смогли замотивировать ваших ребят, чтобы они, так сказать, зажглись, чтобы у них появилась вот эта мотивация, вот это желание бежать и снимать видео, писать сценарии, работать и подбирать костюмы и так далее, все, все отлично. Вот, между учеником, который может, но не хочет, и ученик, который хочет, но не может, я выберу того ученика и обучу его этому, нежели чем я буду брать ученика, который не мотивирован на эти задачи. Не распределяйте роли в работе ни в коем случае, пусть ребята договариваются между собой. Меняйте их роли в процессе, чтобы каждый ученик и поснимал, и пописал сценарий, или предложил идеи. Когда у вас все ученики задействованы во всем процессе, они себя чувствуют более включенными. Понятное дело, что кто-то основной будет отвечать за сценарий, кто-то основной будет отвечать за съемку видео, но я вас прошу, меняйте их, давайте им возможность почувствовать себя в другой роли. Это такой вот обязательный момент при работе с детьми, при съемке. Вот, также можете выбрать какого-то опытного старшеклассника, который уже с этим знаком, который уже снимал, просто видео даже снимал. Он у них тоже будет как наставник, он им будет помогать, какие-то моменты подсказывать. Потому что ребята между собой, во-первых, это такой, как сказать, момент наставничества, поможет ребятам организоваться. Они ему зададут те вопросы, которые не смогут задать вам, допустим, какие-то этичные и так далее. То есть тоже момент такой. Если у вас есть такой старший ученик, которым вы уверены, который вам может помочь, то рекомендую его взять. Итак, шаг первый. Что нам нужно? Нам нужно фото и видеоматериалы. Свои или скачаны из интернета. Ну, скачаны из интернета, я понимаю, в основном это обложки книг, да. Иллюстрации музыка. Также свои. Можете свои музыкальное произведение записать для озвучки. Вообще шикарно будет. Скачаны из сети. Но тоже такой момент. Музыка скачивается из сети и используется только с определенным видом лицензии. Об этом мы тоже чуть позже поговорим. Цитаты из рекламированного произведения вами. То есть прочитываем произведение и ищем какие-то цитаты, которые бы его хорошо характеризовали. Как вы знаете, цитаты, которые западают в душу. Разворот обложки с аннотацией. И план работы. То есть кто, зачем, во сколько и как, за что отвечает. Итак, план сценарий. План сценарий – это такая важная вещь. На этом этапе вы занимаетесь проработкой сценария. Чем лучше вы проработаете сценарий, тем легче вам будет работать в дальнейшем. Чтобы подобрать выразительные цитаты, да, нужно найти подход, иллюстрации какие-то, видео, музыку. То есть когда читаете произведение, обращайте уже сразу на эти моменты внимание. Выбирайте иллюстрации. Можно ориентироваться на материал, писать короткие сюжеты или подбирать необходимые вещи из произведения. При этом нужно четко понимать, какой буктрейлер вы делаете. Есть два вида буктрейлеров, и один называется атмосферный. Когда мы создаем атмосферу этой книги, мы переносимся в какой-то период. Мы видим какие-то атрибуты, связанные с этой книгой. То есть мы можем не снимать людей. Очень классный прием на самом деле. То есть мы создаем атмосферу. Если это какая-то страшная книга, мы снимаем ее в темном лесу и так далее. То есть атмосферный видеоролик – это очень интересная задумка, интересная идея, но она более сложна в съемке. И повествовательный, когда мы просто коротко рассказываем какой-то интригой, каким-то интересом, о чем будет ваш видеоролик. Итак, в предварительном плане мы прописываем картинка, то есть что у вас будет на экране, и цитата, какой текст идет к этому изображению. И также мы прописываем еще музыкальный момент. Что слышит у вас, какая музыка играет на заднем фоне. Вы даже можете ее не находить. Вы можете прописать, какая она грустная, спокойная, лиричная, страшная и так далее. Следующий важный момент – когда у вас готов сценарий, когда у вас готов план, вы понимаете, какую картинку вы хотите получить, что у вас говорят герои, какие герои у вас в этот момент в кадре, и какая музыка у вас играет, вам нужно нарисовать раскадровку. Раскадровка – это очень важный тоже момент, как это сказать, на планировании. Потому что во время раскадровки мы сразу договариваемся и понимаем. Чаще всего раскадровку лучше отдавать одному какому-то человеку, а потом уже ее обсуждать. И рисуются так называемые огурчики. Видите, да, такие вот простые рисуночки в виде палка-палка, огуречек, получился человечек. Вот, рисуется раскадровка, чтобы вы понимали, как будет выглядеть кадр. Если мы снимаем человека, мы можем абсолютно по-разному его представить в кадре. Мы можем представить только его глаз, только его нос, только его ухо, только его руку с каким-то объектом. И вот эти моменты вы в раскадровке прорисовываете. Как меняются ваши кадры, где-то идет, так скажем, увеличение, где-то идет масштабирование, наоборот, уменьшение и так далее. Тут уже, как говорится, ваша художественная фантазия. Что уж она вам позволит. Дальше. Когда мы говорим с вами о съемке, мы нарисовали раскадровку, то тут нужно понимать теорию видео. И она в себя включает три основных кита. Первая – это композиция. Как строится ваш кадр. Разные есть типы композиции. Есть известный режиссер, который строил все свои фильмы только на симметрии. Представляете, он строит кадр на ровной симметрии. У него вот симметричные стороны кадра. Если расстегивается замок палатки, он расстегивается ровно по центру экрана. Бедный, я не знаю, как у него там операторы бегают с линейкой, наверное, это все вымеряют. Но вот есть такой прием. То есть, когда вы строите композиции, я вот видите, здесь ссылки прикреплены. То есть, вы скачаете презентацию, сможете по ссылкам потом пройти и дополнительно послушать про материал. Потому что, если я сейчас начну рассказывать вам о том, что такое композиции, какие они бывают и какие у них основы, то мы с вами до утра не закончим. Итак, следующий момент – это ракурс. Ракурс как может спасти ваше видео, придать ему какой-то шарм, какой-то успешность, какой-то интересный момент. Так может все испортить. Поэтому к ракурсу относитесь очень серьезно. Прежде всего, в ракурсе очень, так скажем, важны такие моменты, что человек никогда не снимается снизу. То есть, только если у вас это задумано по сценарию, и так вам нужно, пожалуйста, ну вот, 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 чтобы вот таких вот кадров, так вот, подбородок, нос, да, ноздри прямо видно, что некрасиво. Нет, видео всегда снимается чуть выше уровня глаз человека. Тут уже тоже, как у вас задумано по сценарию, смотрит у вас актер в кадр, не смотрит у вас актер в кадр, да, тут уже вы решаете сами. Дальше. У ракурса тоже очень важный такой еще момент, что обращайте, пожалуйста, на задний план. Что у вас творится сзади? Если у меня была однажды такая ситуация, я снимала интервью, снимаю, снимаю, все, звук хорошо, качество видео отлично, все замечательно. У меня стоит, значит, человек в кадре, стоит журналист, берет интервью, и вот такая на них красивая стрелочка с надписью «столовая» на заднем плане. И когда я начала уже потом отсматривать видео, я, конечно же, такая, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Когда смотрим и снимаем, обращаем внимание на ракурс и особенно на задний план. Не снимаем ни в коем случае снизу и смотрим, что у вас происходит на заднем фоне. Задний фон должен быть вычищен, что называется, без лишних шумов или так называемые пасхалки. То есть вы можете там оставлять какие-то объекты, которые, допустим, у вас в видео, так скажем, задуманы. Какие-то, может быть, загадки вы оставите зрителям, чтобы они на заднем фоне что-то увидели. Тоже очень интересный прием, да, какой-то загадки, какого-то такого квеста в видео. Но это тоже на ваше усмотрение. Дальше существует такое понятие, как виды планов. Я думаю, вы обращали в фильмах и в кино, что когда мы снимаем, точнее, когда зритель смотрит видео, мы не можем долго смотреть на один статичный кадр. Вот сейчас у меня, я читаю, да, в формате вебинара, но у меня нет возможности, так скажем, переключаться на другую камеру, делать это видео как-то живым, да. Я поэтому для вас машу руками, чтобы оживить наше видео. Так вот, когда мы говорим о видах плана, имейте в виду, что зритель не будет долго смотреть монотонные видео. С ракурса можете отснять все, что вам нужно. Виды планов – это когда мы переключаемся между ракурсами. Но обратите внимание, мы должны это делать правильно. Нельзя человеку сначала отснять какой-то план крупно, да, допустим, мы отсняли глаз, а потом показываем человека вдалеке. Если вы так делаете, наверное, вы великий режиссер, потому что больше так никто не делает. И существует несколько техник, как между собой виды планов сочетать. Один из них – виды планов по Кулешову. Это, так скажем, неизменная классика, которая никогда не умрет. Рекомендую, вот там тоже я подобрала два интересных видео, как это все организовывается. Поэтому вам в помощь. И вот как раз виды планов учитывайте, пожалуйста, когда вы занимаетесь раскадровкой. Вот на раскадровке у вас должны быть указаны, вы должны понимать к каждому кадру, какой у вас ракурс, и какой у вас в каждой раскадровке, в каждом кадре, какой у вас вид плана. Как вы снимаете? Человека целиком, человека вдалеке или крупный его глаз? При съемке основные правила. Первое правило, пожалуйста, пользуйтесь штативом. Если у нас трясущееся видео, ну вообще есть снят фильм шикарный, так же, как же, свадьба, нет, не свадьба, забыла. В общем, он российский, российский такой фильм, и он был снят вот на камеру, и показывался весь с камерой. Камера была вот от руки, что называется, но это была задумка режиссера, и там вот по режиссерской идее весь фильм снимался вот с руки, что называется. Прошу вас, не пользуемся этим способом, снимаем, фиксируем телефон как только можем, камеру фиксируем, штатив элементарный какой-то, используем все подручные средства. У меня ученики очень любят маленькие такие штативы, триподы называются, штатив-трипод для телефона, и у него такие гнущиеся ножки. И вот этот вот штатив-трипод, они приворачивают уже с малярным скотчем к любой поверхности, какая им только нравится, чтобы вот он был устойчивый. Можно использовать подставку, подставить на книге, да, можно вот примотать с малярным скотчем на стул, стул с колесиками, это у вас уже прокатка, вы можете... Очень интересный эффект. Вот как раз у меня трипод показан, да, на фотографии с правой стороны. Итак, при съемке основные правила не снимайте все подряд, используйте разные планы. Это я уже говорила, да, когда говорили про раскадровку и про виды планов. Не пользуйтесь ни в коем случае встроенным зумом, ни в фотоаппарате, ни в телефоне, ни в коем случае. Если вы пользуетесь зумом, то вы автоматически теряете качество видео. Если вы снимаете еще при этом с руки, ваша вот эта вот тряска от руки, она увеличивается, ее прямо видно, что называется, невооруженным глазом. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны к себе, к вашему зрителю, зума не снимайте. Ваш зум – это ноги. Ногами подошли к объекту и отсняли его покрупнее. Вот, если это какая-то интересная задумка, то можно применить какой-нибудь интересный эффект, что мы видим объект с одной стороны, потом резкий переход, мы видим объект чуть ближе и еще чуть ближе. Так будет намного интереснее, и вы не пользуясь зумом, да, так скажем, сохраните качество видео и четкость изображения. Кстати говоря, еще во время зума теряется четкость изображения, так называемый фокус, да, потому что меняется фокусное расстояние. Пересъемки – основные правила. Распределяйте пространство в кадре правильно. Помните о композиции. Правила композиции вы отдельно посмотрите в видео. Еще раз повторю, что бывает правила золотого сечения, правила симметрии, правила асимметрии. Ну, там много, много их различных. Там уже выберите какие. Ну, рекомендую выбрать буквально один-два, одну-две композиции и пользоваться ими в видео. Пожалуйста, там три-четыре-пять не нужно. Вот одну-две основные композиции, и все, и вам будет достаточно для съемки одного трехминутного видеоролика. Ну, освещение. Очень важный момент при съемке – освещение. Самый лучший свет, конечно же, у нас на улице. А еще самый лучший свет – пасмурную погоду, потому что солнце никого не слепит, свет ровный, рассеянный. Поэтому, если у вас по видео нет претензий к погоде, что она там солнечная, или у вас время года лета или зима и так далее, идите смело на природу, на свежий воздух, что называется, и снимайте там. Если у вас по буктрейлеру есть какие-то возможности, ну, есть такая возможность, да. Чаще всего, когда мы снимаем книгу, там должно быть соответствие времени года, там должно быть соответствие каких-то других моментов. Поэтому понимаю, что не всегда можно снимать на улице. Тогда пользуемся источником света. Первое и главное правило – источник света находится за оператором. То есть, если я снимаю, солнце должно находиться у меня там, и попадать ровно в глаз актеру, что называется. Да, актеру неудобно, но при этом будьте очень внимательны. Случаются такие моменты, что тень оператора накладывается и отражается на актере. Тогда вам нужно избавиться от тени, поменять немножечко ракурс, отойти вправо или влево, посмотреть, как смотрит тень, да, что вот обращайте внимание, что тень падает на другие какие-то объекты, допустим, на заднем фоне. Есть простой метод, как избавиться от тени, ее отдельно подсвечивают. То есть, есть отдельные специально, как сказать, там моменты, выстраивается свет. Если вы снимаетесь в помещении, то с этим намного проще. Если вы снимаете на улице, то тут только, как говорится, ноги вас спасут, да. То есть, как вы встанете, как вы расположитесь, как, как сказать, встанут актеры, как у вас будет стоять оператор относительно актеров и так далее. Вот тут, поэтому будьте очень внимательны к свету. Есть студийные способы записи света. Вот я не помню, скидывала я там дополнительное видео или нет, но если что, я потом еще раз посмотрю. Как организуется видео в студии. Точнее, как организуется видеосъемка в студии со светом. Вам необходимо свет подать на фон, чтобы его подсветить, допустим. Дальше. Вам необходимо подать свет на актеров. Но это два разных света. И почему мы подаем на фон? Если фон близко к актерам, то мы видим тень. Мы должны отойти от фона, и у вас должен быть так называемый воздух, пространство между фоном и актерами, чтобы вот этой самой как раз возможности, чтобы тени не было. Если снимаете в помещении, есть возможность снимать при дневном свете, снимайте при дневном свете. Если сочетать дневной свет и искусственный свет не рекомендуется, это сразу видно. То есть, либо снимаем только при естественном освещении, либо снимаем только при искусственном освещении. Вот тут очень строго. Эти два света не сочетаем. Потому что всегда получается очень невыигрышная ситуация. Еще такой момент. Если вы снимаете, допустим, с техники стоп-моушен. Стоп-моушен – это когда мы делаем фотографии. И у нас получается такой вот набор движений. Очень интересная техника. Очень может интересно получиться у вас видео в этой технике. Но обращайте внимание, что если мы стоп-моушен снимаем при дневном освещении, солнце-то движется. Поэтому, так скажем, вот это вот мерцание движения солнца в кадре будет очень сильно заметным при смене фотографий. Поэтому снимайте стоп-моушен только при искусственном освещении. Или это видеоролики небольшие по времени. То есть у вас съемки не должны занимать два часа на улице, при котором будет видно вот это вот мерцание света. И видны вот эти перепады света будут. Итак, ну со светом вроде все. Звук. Звук – это основа основ. Какое бы ваше видео ни было красивым, ни за что вам зритель не простит плохое качество звука. Итак, если вы записываете видео на смартфон, постарайтесь стоять ближе к микрофону. И снимать только в тихих помещениях без посторонних шумов. Это очень важно, потому что микрофоны улавливают вообще вот все. Дальше. Есть такой еще тоже важный момент, когда мы записываем звук, то есть такой момент, как эхо в помещении. Чтобы от него избавиться, вам необходимо сделать вокруг себя очень мягкое пространство. Поставьте вешалку с одеждой, бросьте просто куртку, если мы снимаем в классе, бросьте куртки на парты, расстегнутые, чтобы смягчить этот удар, что называется. Закройте шторы, жалюзи, окна, чтобы от окон не отражалось ничего. То есть смягчить вокруг себя пространство. Если вам нужно записать видео, как говорится, на озвучку, там голоса автора, допустим, или еще какое-то, то вам необходимо в этом случае при момент записи закрыться одеялом. Тогда ваш звук, так скажем, будет чистый, хороший, качественный, эхо не будет отражаться. Синхронизация звука с нескольких камер при монтаже – это очень такой тоже выигрышный момент. То есть вы снимаете с двух-трех камер одновременно один момент, а потом у вас есть основная камера, главная, и вы с этой главной камеры, допустим, берете звук, и потом вот эти вот кадры подставляете, а звуковая дорожка идет у вас с основной камеры. Очень тоже такой выигрышный момент. Интересно всегда видео получается. Хороший ход – озвучить все видео отдельно. Это прямо вообще шик и блеск. Ну, вообще кино таки снимается, да, что вся озвучка идет потом. Переозвучиваются. То есть все фильмы в основном переозвучиваются, и все вот эти дополнительные звуки, как идут люди, цок они каблуков по асфальту и так далее, там, звонок телефона – это все вставляется отдельно, да. Так называемые, за это отвечают люди в кино, шумовики. Вот. Очень выигрышный момент, что если вы боитесь и переживаете, что у вас не получается диалоги на улице снять, или, ну, у вас задумка, что действие происходит в мегаполисе, да, и у вас на заднем фоне должен быть какой-то город, а вам мешает звук машин. Ну, во-первых, мы можем воспользоваться замечательным устройством, как петличный микрофон. Он у меня на картиночке показан. Петличный микрофон, они недорогие, они в пределах 300-400 рублей, ну, в пределах 1000 рублей точно можно найти. Рекомендую фирму Боя. Они очень надежные, такие проверенные временем, так скажем, людьми. И любой блогер вам порекомендует именно вот этот петличный микрофон фирмы Боя. Ни в коем случае их не рекламирую, просто, как говорится, хорошие товарищи. Вот. Запишите видео на... Запишите звук на петличке. Тогда, возможно, звук у вас будет при записи чище, и микрофоны не будут, так скажем, брать лишние отголоски. На микрофоны одеваются еще так называемые шубки. Шубки – это такие вот меховые уплотнители, поролоновые бывают. Чаще всего при покупке петлички в наборе, что эти шубки идут, попробуйте поменять шубки. Это может изменить ситуацию в лучшую сторону. Вот. И также... Но, заметьте, петлички надо прятать. И прежде чем снимать, попробуйте, сделайте пробную запись, разместите петличку, допустим, где-то поближе, подальше, и попробуйте ее спрятать, закрыть волосами или еще как-то. Потому что, раз мы говорим о художественном кино, или, точнее, о буктрейлере, то зрителю не совсем, так скажем, будет приятно лицезреть какие-то технические моменты. Поэтому петлички желательно из кадра убирать. Так, про звук еще раз. Плохой звук зритель не простит. Хороший ход – это взять все видео и озвучить заново, записать. Или если вы понимаете, что у вас звук в видео не получился, как вы не старались, то взять, допустим, голос автора. То есть по сценарию немножечко переделать. И взять, и чтобы у вас все оформлено было голосом автора, который вы спокойно дома под одеялом запишите. И потом уже с таким уже хорошим качественным звуком на заднем фоне у вас будет видеоряд и музыка, где автор будет рассказывать какие-то события. И, может быть, две-три вставки звуковых от актеров включить. Тут вариантов очень много. Главное, чтобы, как говорится, под вашу ситуацию это получилось. Дальше. Что же делать с музыкальным сопровождением? Как мы с вами понимаем, любая музыка имеет хозяина. Ее же кто-то написал. Мало того, что она имеет хозяина, она еще и имеет, так скажем, авторство. И вот с авторством тут нужно быть очень аккуратным. Здесь у меня находится ссылочка на видео, где рассказывается подробнейшим образом про основные ресурсы, про виды лицензий. Скажу одно. Есть фонотека на YouTube. Она доступна нам по YouTube студии. Там есть вот такая закладочка «Фонотека». Видите, да? «Фонотека». И потом мы ее открываем, и можем просмотреть бесплатная музыка, звуковые эффекты. И здесь мы можем прописать прямо настроение нашей музыки. Но так как сайт англоязычный, настроение, пожалуйста, прописывайте тоже на английском языке. Если мы говорим, что счастливый, мы пишем «Happy», чтобы как-то этот момент указать. Также существуют еще два прекрасных ресурса. Я их проверила, посмотрела. «Саундклауд». Но там тоже с ним... Вот видео подробная инструкция, как открыть именно тот раздел, который вас интересует. Но сразу говорю, «Саундклауд» мне не очень понравился тем, что там очень сложно искать музыку по определенному типажу. Там можно брать, включать, слушать и думать, подходит мне это или нет. Ну и там такая более современная музыка, такой вот рок, такое вот, так скажем, настроение такое вот праздное и так далее. Ну, такая, так скажем, более современная музыка. На «Фонотеке» YouTube очень много классической музыки, джазовой музыки. В общем, вот такой инструментальной, вот так скажем, инструментальной музыки. Обратите внимание, что, допустим, взять какую-нибудь сонную сонату Бетховена, закон можно, но автором тогда будет та компания или тот человек, который эту музыку исполнял. То есть чисто технически вы можете взять фортепиано, сыграть произведение, записать это произведение, и тогда права, так скажем, авторства будут у вас. Вот такой интересный выход. Ну и пятый шаг важный. Когда мы разобрались со сценарием, мы четко спланировали весь план. Когда мы разобрались, что снимаем, как снимаем, кто у нас в кадре, как у нас стоит свет и так далее. Когда у нас есть уже отснятый материал, когда мы записали весь звук, переозвучили все, что нам нужно. То есть у нас есть весь набор файлов. Итак, рекомендую файлы, сохранять в определенную прямо папочку на компьютере, на одном компьютере. И дублировать, пожалуйста, все ваши файлы на второй компьютер, потому что случаются всякие невероятные ситуации, когда происходит просто какое-нибудь чудо, и компьютер ломается в самый ответственный момент. Поэтому, пожалуйста, держите дупликаты вот этих вот исходных файлов у себя где-то дополнительно на флешке, на жестком диске, чтобы все исходные видеофайлы, пока вы не сдадите видео, у вас лежали. Вот прям вот, пожалуйста, пожалуйста, делайте себе дубликат всех файлов исходных, которые вы лично наработали. Потому что у меня бывали такие ситуации, когда исходные файлы пропадали, а мне их нужно было доработать. Или в момент монтажа у меня зависал компьютер, и все, что я смонтировала, пропадало. И такое тоже бывало. Поэтому, прежде чем садиться за монтаж, пожалуйста, проверьте ваш компьютер. А готов ли ваш компьютер к такому? Мофави-видеопрограмма, она шикарная, она простая, там есть все необходимые инструменты для работы, она интуитивна. Если что-то непонятно, берем, открываем поисковую систему и говорим, уважаемая поисковая система, скажи, пожалуйста, как исправить звук или как убрать шумы в звуке. Все. И вам буквально есть в Мофави-блог, и у них есть рубрика «Мофави знает». И там вот такие моменты обычно рассказываются. Но если там нет того вопроса, который вы хотите задать, то есть куча умельцев, которые уже нашли ответ на этот вопрос. Поэтому спрашивайте, что называется поисковая система. Также у Мофави есть бесплатная, небольшая, правда, но бесплатная, библиотека файлов, звуков. Звуков и музыки. Звуки для озвучки, аплодисменты, еще какие-то моменты. И музыка есть бесплатная. В принципе, вы можете воспользоваться ей. Если, так сказать, вы не нашли подходящего или нашли подходящая из той музыки, которая есть, они со свободной лицензией, то есть можно прямо вот вставлять ее в видео и пользоваться. Дальше. Не используйте при монтаже буктрейлера переходы. Ни в коем случае. Будьте очень к этому внимательны, потому что мы должны это увидеть как фильм. А в фильмах переходы между кадрами не ставятся. Максимум, что мы можем добавить, это так называемый переход флэш, вспышка. Вот. Ну и то, в какие-то очень важные моменты. Да? Там, может, у вас какая-то магия произошла, еще что-то. Вот тут уже смотрите по своему сценарию. Тексты там у нас есть, хорошие, красивые заставки и так далее в Муфаве. Мы можем добавить эффекты, а можем вообще отснять на хромакей. Что же такое хромакей? Хромакей – это когда у вас есть зеленый или синий экран. Вы, так скажем, ваш актер, да, выступает на этом зеленом экране. Вы вставляете его в видео и потом при помощи вот этого специального эффекта хромакей, вы можете вырезать вашего актера и вставить на тот фон, который вам необходим. Вот. Но сразу скажу, при съемке на хромакее тоже очень есть много важных моментов. Когда вы снимаете актера, ни в коем случае его тень не должна попадать на зеленый экран. Актер отдельно, зеленый экран отдельно. Никаких форматов быть не должно, потому что, если будет тень на зеленом экране, она вырежется и вставится на фон. Это тень. И вот будет, получается, человек и нечто его преследующее. Вот. Тут тоже будьте очень внимательны. Что еще у MoFavi? У MoFavi есть специальная функция, которая позволит вам работать со звуковыми дорожками. Можно подавлять шумы, а можно прямо вот двойной щелчок по звуковой дорожке. И вы можете выставлять точки и настраивать громкость одной звуковой дорожки так, как нужно вам где-то погромче, где-то потише. Также можно несколько звуковых дорожек поставить и уже им, так скажем, их отрегулировать. Голос актера погромче, а музыку потише. То есть, это тоже вы все в программе сможете отредактировать. MoFavi Video предоставляет свои программы бесплатно для общеобразовательных школ. Насколько мне известно, Россия и страны СНГ. Вот так. Вот. Им на сайте нужно подать заявочку и они вам ее уже одобрят. Тоже у меня видите в презентации, можно написать им на почту, можно заполнить форму на сайте. Вы подписываете с MoFavi договор и получаете количество лицензий на компьютерный класс в вашей школе. На количество компьютеров, то есть количество лицензий на количество компьютеров, то, которое находится в вашей школе. В компьютерном классе. Не всего компьютеров во всей школе, а только в компьютерном классе. Так, и еще я вам хотела показать буктрейлеры моих учеников. У меня очень такой продуктивный коллега, у меня сейчас они уже в девятом классе, буктрейлеры они снимали еще в седьмом, и было очень так интересно распределено. Я учитель информатики, мой коллега учитель русского языка, и классный руководитель тогда была седьмого класса, он им дал поручение. Мы с вами весь год, говорит, читали книги, а давайте теперь на них снимем буктрейлеры. Ребята такие, о, классно, у меня в школе действует десятибальная критериальная система оценивания, и соответственно основные оценки идут от кола до восьмерки. И возможность получить десять баллов, десять баллов это какая-то вау-работа, она вот творческая, креативная, классная. Десятки чаще всего исправляют ситуацию у ребят в конце четверти, и отснять буктрейлер в конце четверти, для них возможность, так скажем, подтянуть оценку по литературе. Вот, у меня коллега считает, что литература это очень важный предмет в жизни, и поэтому литературу очень требовательный такой предмет, и поэтому ребята не упускают такой возможности, то есть они у него как минимум на уроках мотивированы, чтобы получить вот эти десятки, и поэтому с огромным желанием снимает свои буктрейлеры. Итак, вот эти буктрейлеры были сняты ребятами седьмого класса, то есть им на тот момент было 13-14 лет, они снимали группами по 5-6 человек, и у них были кураторы из 11 класса, то есть каждая группа 5-6 человек, у нее куратор из 11 класса. Все кураторы в принципе сработали хорошо, но один паренек подвел ребят, и он их не курировал, он им не помогал, поэтому седьмой класс у меня не растерялся, они все сделали сами, сами написали сценарий, сами все сняли, сами все смонтировали, а потом пришли коллеги у меня и сказали, знаете что, нам вот этот вот помощник не помог, поэтому имейте в виду, а 11 класс тоже был зависим от оценки, поэтому тот ученик оценку не получил соответствующую. Итак, давайте проверим, звук есть или нет. Есть? Коллеги, звук есть? Да, есть, все хорошо. Все, включаем, включаем. Ой. А так должно быть, сейчас нет звука. Так должно быть? Нет. Нет. Не слышно, да? Нет, нет звука? Нет, сейчас пропал, да. Сначала был, потом. Сейчас есть? Нету. Татьяна, а ты прокомментируй, прокомментируй, и все, мы видим, можно прокомментировать. давайте, давайте. Что делают дети, как они? Да. Итак, дети снимали буктрейлер на тему уроки француз, на книгу уроки французского. Я скажу, что они сильно заморочились, так скажем, не сильно заморачивались с костюмами, но они менялись одеждой активно. Вот обратите внимание, они, да, какие-то такие сцены, драки и прочего, снимали тени, продумывали кадры, рисовали себе стенки, то есть, да, и, как сказать-то, распределяли роли актерские. У них тоже было очень, так скажем, много, так скажем, споров на эту тему, потому что им пять человек не хватало для съемок некоторых буктрейлеров, поэтому они между собой прям договаривались, кого из какой команды берут, на какую роль, и так далее. Съемки, вот все съемки в данном случае происходили только в школе. Вот, видите, то есть есть такие моменты, что там, вот это вообще кабинет информатики, да, то есть вот они сидят в эту играют, договаривались, кто будет директором, вот это директор, да, то есть ему нужен официальный вид, галстук. Вот все съемки данного фильма проходили в школе. Вот, что тут еще интересного сказать? Три яблока, да, какая-то ассоциация. Вот. Сразу скажу, к тому моменту, к седьмому классу, они у меня уже были, так скажем, все теории научены, и поэтому ко мне они обращались только за какими-то конкретными вопросами. Вот еще один буктрейлер, он уже снят другой командой, и вот он снят уже без помощи одиннадцатиклассников. Вот, и снимали они его уже самостоятельно. Они, вы как видите, уже снимали дома, потому что, как говорится, интерьер школы им не подходил совсем, абсолютно. Они, так скажем, подбирали костюмы, рубашки, бедный вот ученик Влад, который вот в рубашке, девочки пришли к нему домой и перерыли весь шкаф, у них там все не подходило, все не так, все не эдак. Вот. Снимали с одной камеры, то есть они брали у меня камеры, у меня два фотоаппарата школьных, еще одна команда, по-моему, снималась с телефона, но я, по-моему, их видео не взяла. Вот. Диалоги все прописывали, сценарий, у нас вот есть девочка в классе, у нее это очень хорошо получается, и к ней многие обращались за помощью. Вот тоже обратите момент, да, это они сделали, тут диалог идет, признание в любви, они его пытались снимать как-то серьезно, но у них ничего не получалось, поэтому они сделали коллаж сами в программе и записали просто диалог, да, то есть вот тоже интересный прием, когда мы используем какой-то коллаж с образами, это образы конкретных вот этих вот актеров, которые снимаются в этом видео, да, и вот там они разговаривают про великое чувство любви, а сами актеры, ну, так скажем, не могли между собой согласоваться, постоянно смущались, стеснялись и так далее, чтобы как-то это сгладить в этот момент, вот они пришли к такому решению. Тоже классный момент, прошло какое-то время, да, то есть показали часы, чаще всего большие известные режиссеры используют какие-то другие интересные приемы, даже вспоминают, допустим, Хатико, фильм, там был прием, когда у нас странно, и так, Хатико, когда был прием, когда Хатико сидит, на фоне него дерево, и мы видим, что листва на дереве меняются, позеленело, стала желтой, улетело, снова набирает свет, опять позеленело, и так проходит три цикла, и мы понимаем, что прошло три года, то есть вот такие интересные, так скажем, моменты, они очень, так скажем, выигрышно смотрятся, когда вот мы, так скажем, негласно зрителю даем понять, о чем идет речь, вот, честно говоря, сама эти произведения не читала, то есть у меня вот ученики в этом плане были самостоятельны, и вот монтировали они уже на тот момент все в МОФАВе, очень здорово сделано, очень хорошее, видно, что хорошая съемка, хорошо, разные ракурсы, еще обратите внимание, они бегали этот самый по всему селу, школа в селе Старопышминск находится, искали вот эти вот декорации, вот этого, видите, вот этой вот старой деревушки, и нашли три соседних дома, которые выглядят очень страшно, вообще сам поселок, так скажем, очень элитный, там везде двухэтажные, трехэтажные коттеджи с лифтами, а вот они искали какие-то вот старенькие домики, чтобы выигрышно, выигрышно по их сценарию все это смотрелось, а размещали вы эти ролики где, следует вопрос? мы нигде не размещали, у нас была премьера чисто на уроке, то есть мы снимали в урочной, так скажем, моменте, это нигде в конкурсах не участвовало у нас. Понятно, это был вопрос наших коллег. Да-да-да-да, вот нигде не размещали. И вот еще один видеоролик, это Том Сойер. И потом позволим себе вопросы немного, хорошо? Если есть у участников вопросы. Вот здесь, здесь тоже очень классно, но они снимали уже у 11-ти классницы дома, то есть там была возможность снимать, что называется, дома, они снимали дома, да, подбирали тоже костюмы, друг другу такие, нет, тебе эта шапка не идет, тебе эта шаль тоже не идет, иди сюда. Искали, договаривались между собой, сбегали с уроков, чтобы сбегать и отснять видео, потому что у них другого времени нет. Вот это тоже классный прием, да, как красить забор. Как снимают, да, ой, разбили. Тоже очень интересные моменты, то есть меняли съемки, но вот здесь за всю съемку отвечала сама ученица 11-го класса, она сейчас уже студентка второго курса, в Москве какой-то университет кинематографии, в общем, она на режиссера учится, вот, то есть это ее такая вот, так скажем, первая, одна из первых работ, вот, а она сейчас уже студентка вот этого, как сказать, от режиссерского курса в Москве. Вот. Когда мы отсняли эти видео, потом увидели с коллегами эти фильмы, так скажем, мы восхитились, мы ребят увидели совершенно с другой стороны, то есть у кого-то вот актерская игра была прямо на уровне, прямо, знаете, по Станиславскому, верю, верю прямо, у кого-то, что называется, наоборот, организаторские способности проснулись, да, и ребята так смутились, когда я в конце года учебного показала эти буктрейлеры их родителям, а родители об этом оказывается ничего не знали, что оказывается, что дети где-то буктрейлеры там снимают для себя на оценочку, что называется, и у них, так скажем, у родителей был кайф, им тоже очень понравилось, они тоже были в таком восторге, такие, скиньте нам эти фильмы, почему у нас их нет, а дети стеснялись показывать эти фильмы родителям, вот такой еще момент у нас был. Надо же, как интересно, коллеги, у кого есть вопросы, спасибо большое, Татьяна, я немножко смотрю на время и хочу, чтобы вы задали свои вопросы, потому что то, что рассказала Татьяна, у нее организованная группа ребят, которые это изучают, у вас немножко другое у всех положение, я имею в виду, кто-то из вас работает только онлайн, кто-то в другом в школе, где нельзя так соединить ребят и создать пятерку или с одиннадцатиклассником, какие у вас есть вопросы, я сейчас отключу видео.